Ваш откинулся, вот называется. Речь это о Викторе Бути, который, ну, в общем-то, мне кажется, что этого гражданина знают очень многие, кто вообще интересуется, в принципе, там, торговлей оружием и прочим, и прочим. Он, как бы, известный международный преступник, он их сколько, 10 или 12 в Америке отсидел. 12 лет, при приговоре 25, да. Да, а должен был, а должен был до 29-го года, по-моему, что-то в этом роде. 25 лет, да. Я хотела забрать назад Бута, поскольку, знаете, одни говорят, что он уже мог рассказать все, что он знал, другие говорят, что Бут личность такая, что ничего не расскажет никому. Я не думаю, честно говоря, что из американской тюрьмы, я даже не про тюрьму имею в виду, а про спецслужбы, можно уйти все-таки что-то, утаив за 12 лет. За 12 лет. Мы с вами знаем по популярному фильму «Оружейный барон» с Никонусом Кейджем «Жизненный путь» Виктора Бута. Он давний друг, однополчанин и так далее, и так далее, Игорь Сечина, «Роснефть». И для таких людей, людей такого склада мафиозно-сицилианского, крестно-отцового, склад у Путина и у Сечина именно такой, не то чтобы своих не бросаем, это, конечно, не так. Это называется «ты меня обидел», «ты меня обидел», «ты забрал моего друга», «отдавай моего друга», это «ты семью обидел». И семья начинает договариваться. Поэтому здесь они просят любых своих, безусловно, любых своих сограждан, любых россиян, в любой котел. И глубоко не наплевать, и люди превращаются в пушечное мясо, но это член клана, это член семьи, поэтому будет сделано все. И было сделано все. Надо сказать, что очень был тяжелый переговорный процесс, потому что американская сторона хотела добавить еще нескольких своих заключенных на обмен. Российская сторона хотела своих добавить заключенных, например, создателя, некого Клюшина, создателя системы мониторинга «Катюша», которая очень сильно повлияла на американские выборы. И самое главное, что очень многие члены Конгресса, например, хотели бы видеть в обмене Владимира Карабурзу, политзаключенного. И я надеюсь, что переговоры по этому поводу идут. Российская власть требовала невозможного, требовала, чтобы в это пакетное предложение включили знаменитого убийцу Красикова. Вот это тоже очень интересная персона, напрямую связана с террористической деятельностью российских властей. Потому что этот самый Красиков убил в 18-го года в центре Берлина чеченского полевого командира Хангешвили. И его, ну то есть это такое было наглое убийство, его поймали, дали пожить до заключения и недавно перевели в тюрьму Берлина. Он сидел не в Берлине, и все сразу подумали, что он тоже готовится к обмену, к сожалению. И об этом много, много об этом говорили. И это было утверждение российских властей, которые говорили, отдайте нам этого самого Красикова. Почему-то его очень хочет Путин, кстати. Вот Путин хлопочет о Красиковой как-то отдельно. Отдайте нам Красикова, скажите. Это очень много, он таких любит. И вы скажите там американцы немцам, чтобы они вам, чтобы они нам отдали. В общем, вы немцы, а американцы пожимали плечами. С какой стати немцы должны, американцы должны говорить немцам и распоряжаться решениями немецкого суда. Поэтому Красиков пока остается в Германии. Но он скажет, что давление довольно сильное. Давление довольно сильное. Но мы еще с вами, я думаю, увидим обмены. Потому что с той и с другой стороны очень много заложников. Очень много заложников. Оль, но кто читал, я думаю, наши зрители, многие читали историю жизни Пута. Он, конечно, личность чрезвычайно колоритная. Но с одной стороны о нем сказал, Бернс назвал его подонком, как мы знаем, да, глава спецслужб Америки. А таким конченным, отъявленным подонком. С другой стороны говорят, что он там знает 10 языков, что он лингвистически очень одарен. Но самое главное не это. Меня вот интересует, смотрите, он торговал оружием с кем угодно. С Талибаном, с Аркадой. Ну, в общем, для него, вот для этого человека нет моральных никаких ограничений. В то же время он, в отличие от Пригожина, читал книжки. И вот вопрос. Вот сейчас, когда Пригожина могут признать, там, я не знаю, Вагнер террористическая организация, Пригожина, соответственно, главным террористом, не может ли быть такое, но это, в общем-то, знаете, в порядке бреда предполагаю, что они сейчас избытно будут делать, избытно, вернее, будут делать какого-нибудь руководителя, какой-нибудь ЧВК, который они сейчас будут плодить в больших размерах, потому что Путин дал распоряжение, как говорят, еще создавать ЧВК, кроме Вагнера, кроме Пригожинской этой истории, которая себя скомпрометировала уже довольно сильно. Мне кажется, что ваши предположения самые смелые, к сожалению или к счастью, имеют обыкновение сбываться. А то, что касается российских властей, то тут, я думаю, все что угодно может быть. Надо сказать, что до сих пор, до сих пор, вот эти обмененные граждане, они всегда играли большую роль в российской политике. Вспомнить Анну Чапман, шпионку, из которой делали-делали через звезду, но не доделали, потому что совсем, какая страна такие шпионки, она была просто тупая. Потом Марина Бутина, которая там сидела в американской тюрьме, и тоже там был сексуальный скандал, она теперь в Госдуме. И тоже мы видим ее замечательные умственные способности. Летчик Ярошенко, который был поминен весной этого года на американца молодого Тревора, который тоже взяли в заложники, я сейчас посмотрела, он уже сейчас очень близок к политике, и комментирует со всех сторон какую-то замечательную новость про Бута, который просто царь и бог, и все на свете. Надо сказать, что Летчик Ярошенко был взят за перевозку наркотиков в огромных размерах. И именно по этому поводу он сидел в США. Если учесть, что Бут у нас герой боевика, которого все-таки Абаяшка Кейдж, хоть и не самый талантливый актер, но Абаяшка, широко его показывали в России. Извините, вот не по делу реплика, но я помню, что я как-то так тосковала во время этого фильма, с трудом досидела, мне показалось интересно. Ну, как и любые фильмы Кейджа, да, но есть любители. И эти роскошные тараканьи усы и такая брутальность, ну, как не быть востребованным в нынешней русской политике, да еще и такой безусловный антиамериканизм. Тут объяснять причины, конечно, не надо. И очень хорошее знание о военных реалиях. При этом действительно цинизм. И он, конечно, очень долго сидит в тюрьме, 12 лет это 12 лет. Но каким-то символом в российском парламенте, в российской политике, в российской армии, но не в вооруженных силах, а вот действительно ЧВК, он быть может. И я думаю, что Пригожин сейчас самое время нервничать конкуренту. Я тут, Олю, послушала пару, пока ждала вас, послушала пару экспертов относительно Бута. Ну, некоторые говорят, да что, 12 лет прошло, вот так же, как и вы, он уже не знает рынок, уже многое поменялось, иных уже нет, а те далече поменялся, и как бы само оружие поменялось, которым торгуют и так далее. Но я думаю, что человек его талантов, да, то есть у него же коммуникационные таланты очевидно есть какие-то, если он мог договориться об обмене, например, известен же случай, когда его летчиков с оружием, Талибан задержал, арестовал у себя, держал месяц или полтора, и он с ними договорился, он с ними договорился через министра иностранных дел Афганистана. Ну, то есть этот человек может проникать везде, да, поэтому мне кажется, что такими талантами, как это говорится, на свободе, на свободе он может со многими договариваться и узнать, что такое рынок и кто теперь торгует. Мне кажется, для него это не составляет сложности, а в отличие от Пригожина, который только для внутреннего борща и для внутреннего употребления, он как раз может быть тем человеком, который может для России собирать оружие, которое сейчас очень надо, очень надо. Полностью согласна, тем более, что он не гимнаст и не гимнастка, он не... И даже не танцор диска. Да, никак не связан с физическими кондициями. У меня такое ощущение, что еще и он и в тюрьме мог обзавестись вряд ли полезными связями, но, по крайней мере, полезными знаниями для себя, то есть полезными для черного дела. И тут, что называется, руки помнят. Этот навык не уйдет.